МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Резонанс в эфире. И сегодня говорим о том, кто устраивает пир во время чахотки. Опасные симптомы в областном тур-диспансере, когда имидж больницы дороже судьбы врачей и медсестер. Мечта начала сбываться с приходом нового главврача Александра Петрищева. Невредность по процентам, ничего. Получается копейки. Мы выпускаем газету, это называется амстезиатр Оренбуржия. Врачей по области сокращают, фельдшеров ликвидируют, зато областное медучреждение содержит собственную пресс-службу. Это нет, это просто анекдотично звучит. И кому по карману такой пир во время чахотки? Но когда мы начали задаваться вопросом, а на какие деньги содержится эта самая пресс-служба, вдруг все начали отрицать ее существование. Темы и события комментируют заместитель главного редактора издания «Аргументы и факты» Антон Цепилов и журналист газеты «Оренбургская неделя» Елена Чернык. Основные симптомы. Областной туб-диспансер, видимо, переживает не самые лучшие времена. То медработники бунтуют, то крыши рушатся. Однозначно это причины того, что в больнице не самая здоровая обстановка. Между тем, информация, которая нет-нет, да появляется в СМИ, довольно противоречивая. Часто говорят о том, что в медучреждении наступили чуть ли не самые лучшие времена. И ремонт сделали, и оборудование новое установили. Что же на самом деле происходит в областном туб-диспансере? Мы попытались разобраться. 17 сентября. Во время проведения ремонтных работ в Оренбургском областном туб-диспансере частично обвалилась крыша. К счастью, никто не пострадал. Людей из этого корпуса эвакуировали. В первые дни никаких комментариев от представителей администрации медучреждения наши журналисты так и не дождались. Своей версией произошедшего выдвинул бывший главный врач Валерий Сазыкин, который проработал в этой больнице с конца 80-х годов. Скорее всего то, что строители, которые там ремонт на крыше производили в последний раз, подняли на крышу очень большие тяжести. Там вот такие металлические корыта с песком, мешки с цементом, сосредоточили их на небольшой площади. Отремонтировать крышу некогда пытались, но не смогли, не на что было. И вот с приходом нового руководства областная больница получает достаточно средств, чтобы и старые дыры золотать, и ремонт в кабинетах сделать. Говорили об этом из экранов. В областной противотуберкулезный диспансер на укрепление материально-технической базы выделено 50 миллионов рублей из областного бюджета. Почти все они уже освоены. Но, вероятно, не с того начали. Сначала обновили двери и окна, а затем начали делать крышу. Да и еще рабочие непонятно зачем перегрузили стройматериалами перекрытия. Тяжелое наследие осталось руководству противотуберкулезного диспансера, потому что прежние капитальные ремонты, которые проводились здесь при прежнем руководстве, были всего лишь формальными. Причина обрушения уже подтвердилась официально. Крыша рухнула именно из-за этого. На сайте правительства области говорится, технический аудит показал, что обрушение несущей конструкции кровли и межэтажного перекрытия произошло в результате перегрузки, допущенной подрядчиком во время ремонтных работ. Строители выгрузили на крышу около пяти тонн песчаногравийной смеси и цемента. Неоправдано большое количество скандалов на одно медицинское учреждение. Как-то очень плотненько они идут, очень много информационных сообщений. Началось, естественно, все с увольнения Сазыкина, с такого пышного лишения его депутатского мандата. И после этого, я не знаю, может быть, сам бывший депутат провоцирует эти информационные сообщения. А может быть, просто благодаря тому, что человек неравнодушен к теме, мы узнаем то, что обычно замалчивается. Но вообще вещи, конечно, выпьющие, выдающиеся. Вообще, конечно, я думаю, что интерес журналистов к теме туп-диспансера он несколько преувеличен и раздут. Ну да, была ситуация острая политическая, да, и голодовки до бывшего главврача и все прочее. Но это прошло все, осталось в прошлом. Событие случилось, в общем-то, неординарное, конечно, на брушении крыши. Это очень серьезно. Но искать какую-то там подоплеку и кричать, а, ту его, вот видите, а мы предупреждали, это не совсем правильно. Пусть принесут наказание, пусть там премии лишат, не знаю, выгонят этих подрядчиков, заставят их восстанавливать за свой счет. Но политизировать не нужно. Еще один из эпизодов, который не был широко освещен в СМИ, но, тем не менее, была прокурорская проверка, которую проводили по требованию по ходатайству депутата Фролова, проверяли смерть одного из рабочих, которые деремонтировали туп-диспансер. Начну сразу с того, что рабочие были гастарбайтерами, это было озвучено. Я, естественно, мониторю ситуацию, вообще как бы все информационные сообщения, которые в поле проходят, просматриваю, звоню, возможно, что-то мне будет интересно провести какое-то расследование, свое видение ситуации в газете изложить. Писать не стала, потому что не хотела обострять внимание вокруг этого туп-диспансера. Ситуация вкратце. Рабочие, которые проводили ремонт на бюджетные деньги, которые были выделены, если я не ошибаюсь, без проведения торгов, то есть сумма порядка 50 миллионов рублей. Я могу ошибиться, поскольку это, в общем-то, не вчера было. Они жили там же, в туп-диспансере, ночевали на матрасах, как мне рассказывали, и один из них заразился туберкулезом и умер. Туберкулез в острой форме. Итак, после последнего ЧП в обл-туп-диспансере появляется своя собственная пресс-служба. Андрей Саблина, он называет себя не иначе, как ресторанный обозреватель, и единственный специалист в наших краях по коммуникациям, теперь общается с журналистами вместо Александра Петрищева. Отвечает на вопросы и принимает решение, где и когда главный врач будет общаться с прессой, будет ли вообще. Понятное дело, возникает вопрос. Еще совсем недавно в туп-диспансере бунтовали медработники, потому что им якобы недоплачивают. Совсем скоро рушится крыша, тоже явно не из-за переизбытка средства на ремонт. И тут дополнительные расходы на содержание людей, совершенно не имеющих отношения к медицине. Даже интервью после обрушения крыши пресс-служба больницы не доверила записать журналистам. Все сделали сами и разослали по редакциям. То же самое и с комментарием представителя подрядной организации, который, кстати, во всем обвиняет главного врача. По сути, пресс-служба выполнила свои функции, и имидж больницы вроде бы не пострадал, и журналисты лишних вопросов не задавали. Но когда мы начали задаваться вопросом, а на какие деньги содержатся эта самая пресс-служба, вдруг все начали отрицать ее существование. За кадр только вы отвечаете, правильно? Начальник отдела кадров. Вы скажете, у вас есть в расписании должности сотрудников пресс-службы? Вопрос, я говорю, я не могу вам ответить на этот вопрос. Это коммерческая тайна? Нет, это не коммерческая тайна. Хотя бы нужно посмотреть этот документ и ответить на ваш вопрос. То есть начальник отдела кадров не знает, есть ли такая должность? Вы реализируйте, сколько вам будет. А это ответ на наш официальный запрос. Здесь говорится, что пресс-службы в больнице нет. А интервью с Петрищевым записывалось на безвозмездной основе. Однако о том, что пресс-служба существует, нам неоднократно подтверждают и в приемной врача, и сам Андрей Саблин. Вы будете первыми завещаны. Как только информация по экспертизе будет обработана, мы сразу же соберем пресс-конференцию, а для вас будет эксклюзивный интервью. Понятно. Спасибо. То есть вы как бы сообщите, да, пресс-служб сообщит? Да, 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 конечно. Все, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот у вас же пресс-служба есть, да, в диспансере? Угу. Скажите, а сколько там человек, с кем вообще нам контакты налаживать, с кем работать? Вообще все вопросы всегда надо присылать в письменном виде. С кем нам общаться? Ну, это я должна уточнить. Должна уточнить? Вы не знаете, сколько человек, да? Нет. Ну, там, ну, два-три человека точно есть. Я так понимаю, оператор, да, просто на кого нам выходить? Ну, и кому верить? Официальному ответу Минздрава, что пресс-службы нет? Или тем, кто работает в самой больнице и говорят, что она есть? В том числе и сотрудникам пресс-службы. Кстати, если бы ее не было, то и в отделе кадров диспансера об этом бы знали и не сомневались. И мы наверняка услышали бы твердое нет. Ну, как бы очевидно, что товарищ Петрищев спасается от скандальных ситуаций и пытается создать себе некий буфер. Вообще, что такое пресс-служба? Это всегда такой щит, которым руководитель закрывается от назойливых СМИ. Да, прячется, да, это очевидно. Понимаете, здесь надо разделять две вещи. Вещь юридическая, с точки зрения закона, и вещь моральная, с точки зрения, да, как бы, простой человеческой логики и просто отношения к людям. Скорее всего, юридические претензии никаких нет. Формально никакого пресс-секретаря в штате не существует. Никаких договоров непосредственно туб-диспансера с какими-то там пресс-пиар-службами не заключено. Но все это, видимо, на каких-то частных договоренностях, либо на частных договорах, которые непосредственно бюджетных денег, то, что контролируется под контроль на прокуратуре, никак не сказывается. А вот чисто морально, конечно, да, возникают вопросы. Ну, в общем, у нас столько лечебных учреждений, а пресс-службы есть только одного туб-диспансера. Чем же они такие выдающиеся, замечательные и особенные? В конце концов, у нас целая структура, опять-таки, пресс-структура выстроена в Министерстве здравоохранения. Ну, почему бы, допустим, если уж так необходим действительно поток информации большой, действительно люди могут не справляться физически. Ну, переложить эту функцию на тех, кто этим профессионально занимается и из бюджета законно получает деньги. Пресс-служба Министерства здравоохранения. Пожалуйста, нет вопросов. Безусловно, это проблема руководителя. Потому что мудрый человек, как бы опытный человек, человек, который знает себе ценность, достоинство, держит там свою руководящую должность, он найдет всегда выход и возможность выйти из ситуации достойно. Найдет возможность прекратить какие-то конфликтные ситуации. Но дело в том, что неверно тактическое поведение Петрищева, главного врача. Неверно то, как он относится к людям, как он реагирует на ситуации. И я боюсь, что нарушения действительно имеют место быть. Как бы пора, наверное, уже принимать какие-то другие решения на уровне Министерства, возможно. И сейчас ненадолго прервемся. Впереди небольшая реклама, а затем продолжим обсуждать ситуацию, которая сложилась в областном тубдиспансере. В эфире «Резонанс», и мы продолжаем обсуждать ситуацию, которая сложилась в последнее время в областном тубдиспансере. Журналисты, возможно, и внимания бы не обратили на созданную там пресс-службу. Более того, в некоторой степени это даже удобно. Например, руководство больницы занято, и обратившись к пресс-секретарям, всегда можно получить ответы на вопросы. Вот только есть еще одно «но». В то время, как по всей области сокращаются ставки врачей, ликвидируются мелкие больницы в селах, создаются места для пресс-службы, которые нужно платить зарплату. В свете этих событий весьма странно. В ответе Минздрава сказано, больница заключила договор с неким предпринимателем, тем же Андреем Саблиным, на оказание информационных и рекламных услуг. И оплачиваются эти услуги из внебюджетных средств. То же самое нам подтвердил и Александр Петрищев. Договор заключен между облтубдиспансером и неким предпринимателем на информационные и рекламные услуги. Да, мы выпускаем газету, называется «Анстезиатор Оренбуржья». Ой, ну это, сейчас я вам скажу, по-моему, в пределах 15 тысяч газет стоит. Там тысяча экземпляров выпускается. А эти съемки совсем свежие, сделаны в мае этого года. Тогда как раз медперсонал буквально взбунтовался из-за низкой зарплаты. И тогда же Александр Петрищев объяснял журналистам, ну негде взять денег. Некоторые больницы, они имеют платные услуги. Тут диспансер, к сожалению, на платных услугах практически ничего не зарабатывает. Высшая зарплата наносила характер стимулирующих выплат. Кажется, что огромные цифры, но если учесть, что оклад врача составляет 5 тысяч рублей, то считайте сами, 30% от 5 тысяч, это будет примерно тысячи полторы, может быть, максимум прибавка. Вот и все. Кстати, сразу после этого в больнице проходила прокурорская проверка, которая выявила нарушение. В год положена сверхурочная работа не более чем 120 часов, то палатные санитарки, ряд из них в январе месяце отработали уже по 90 часов сверхурочных. А чтобы все было чисто и гладко, и проверяющие не смогли подкопаться к невыплате сверхурочных, администрация больницы пошла на хитрость. Администрация пошла путем сбора заявлений о предоставлении отгулов. Но эти отгулы не предоставлялись, и в принципе комиссия наша пришла к выводу, что их невозможно было представить в силу того, что тогда встал вопрос нахождения на работе работников. И доплаты вместе с тем также не производились. И на фоне всего этого выходят и сюжеты рекламного характера «Удовольствие не из дешевых». В июле исполнилось ровно два года с того момента, как Оренбургский областной клинический противотуберкулезный диспансер возглавил Александр Владимирович Петрищев. При этом главный врач Александр Петрищев заявляет, что к финансированию этих проектов отношения не имеет. Как-то такого пресс-службы у нас нет. А почему представляется всей пресс-службой? А, ну это дело в том, что у нас пресс-служба на добровольных началах. Ну вот даже в приемную звоним, когда по всем вопросам нас отправляют в пресс-службу. Секретарь так называет человека, который помогает нам общаться с прессой. Андрей Саблин. Андрей Саблин. И все же, ролики рекламные, которые идут на телевидении, они тоже оплачиваются. Я цену примерно знаю, сколько может стоить один рекламный сюжет. Там сюжет идет пятиминутный, если не ошибаюсь, сюжеты. Это из каких средств оплачиваются рекламные ролики? За счет предпринимателя. Каких? Меценатов? За счет человека, который оказывает нам эти услуги, он и оплачивает их. То есть Андрей Саблин из своего кармана оплачивает? Да, совершенно верно. Странно. Простите у Андрея Саблина, если вы введение лица. Сколько заплатил предприниматель Андрей Саблин или за рекламные ролики о том диспансере платит кто-то другой, нам, к сожалению, неизвестно. Хотя последний вариант также не исключается. По крайней мере, ролики рекламирует не только ТУП-диспансер, но и областное руководство. Мечта начала сбываться с приходом нового главврача Александра Петрищева, который при абсолютной поддержке губернатора области Юрия Берга начал, по сути, возрождать пришедший выпадок при старом руководстве диспансер. А в областном руководстве, кстати, о неприятностях в медучреждении в последнее время молчат. Хотя еще пару лет назад заинтересованность была налицо. Но это уже совсем другая история. Я вот честно не верю, конечно, о том, что на добровольных началах и с большой любви к фтизиатрии областной это все сделано. Гораздо честнее было бы сказать, что ну да, действительно, была у нас оплошность, да, действительно, мы ее исправляем, нежели чем вот так вот поступать. Правда, не верю. Очень трудно представить себе человека, который будет работать на добровольных началах, даже, там, не знаю, пылая искренней, нежной любовью, трепетной к человеку, но не станете вы добровольно работать, не имея с этого каких-то дивидендов, либо финансовых, либо дружеских, партнерских, но в любом случае оплаченных. Я вполне допускаю, что, опять-таки, с юридической точки зрения, с правовой, здесь никаких вопросов нет, действительно, господин Петрищев из своего кармана ничего не платил, больницы, никаким образом бюджеты больницы не задействованы в этом вопросе. Возможно, какие-то другие схемы использовались, их может быть много. И раз прокуратура не заинтересовалась этим вопросом, ну, скорее всего, там, действительно, не к чему прикопаться. Но все же понимают, на самом деле, что происходит. Я думаю, что это попытка восстановить пошатнувшийся имидж, а он действительно пошатнулся, это факт. Мы в программе не коснулись тех, кто напрямую связан с ситуацией в облтубдиспансере пациентов. Возможно, потому, что эта самая ситуация с непонятным распределением средств пока на них не отразилась. Хотя, как сказать, наша область по-прежнему в числе лидеров по заболеваемости туберкулезом. Ну, и еще интересное. За несколько часов до записи нам стало известно, что пресс-служба тубдиспансера скоропостижно исчезла. Об этом нашим корреспондентам сообщили в приемной медучреждении. Получается, убрать сомнительную структуру было проще, чем внятно объяснить ее существование и источники финансирования. Ну, и еще момент. Хочется сказать, что тема для этой программы была выбрана исключительно журналистами Орин ТВ. Освещение проблемы не было ни заказано, ни проплачено. Это был «Резонанс». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин